Родственное смешение, почему негативную реакцию дает? Потому что если у человека есть в роду в ДНК какой-то, так назовем, сломанный хромосом, то у второго его родственника, он по этой же генетической цепочке, он тоже сломанный. И они при соединении, у них он дает, получается, даже не двойную связь, а он умножается в несколько раз, и дети чаще рождаются больными. Только лишь из-за этого. Если будут два здоровых человека, если, например, в генетике все здоровы, то у них и дети, скорее всего, родятся здоровыми, если не попадет. Есть такой хромосом, по-моему, его называют в медицинском мире 17-й, что-то такое, по-моему, 17-й хромосом. И когда накладывается, то есть у женщины на один хромосом больше, чем у мужчины. Вот. И получается, что рождается у одного 17-й, у другого 17-й, ну так грубо говоря, да, и получаются обычные здоровые дети. А если накладывается 17-й на 17-й, даже если из разных деток, то и ребенок получается с каким-нибудь генетическим отклонением, с тем генетическим отклонением, либо у кого был в роду какой-то дефект, так назовем, либо если это связано с тем, что физическая оболочка не может вынести определенных, там, в воздухе у нас есть всякие соединения, там, в воде есть всякие соединения, то он максимально быстро это подхватывает и заболевает, если 17-й на 17-й укладывается. То есть получается, что вот эта вот связь родственная, она у нас, ну, я буду вас ждать, да, потому что просто физически неправильно, как бы не идеально, да? Но если убрать все вот эти вот моменты и навязанную программу в социуме, то вообще с точки зрения мироздания какие-то противопоказания к этому нету? Ну, вообще с точки зрения мироздания нет противопоказаний, потому что если вы заглянете вот прямо глубоко-глубоко и возьмете там, ну, возьмем за основу, например, там Библию, да, тоже, то вообще Адам и Ева, это же были не из двух потоков разные. Почему вот идут потом все мы братья и все мы сестры? Потому что изначально это были, ну, можно сказать, как брат с сестрой, то есть они из одной крови плоти изначально состояли.